Добрый день! Итак, мы уже обсудили три основных направления эллинистической философии, стоицизм, эпикурейство или эпикуризм и скептицизм. И теперь обсудим, как эти системы смешивались друг с другом, смешивались также с платонической традицией. Мы уже отчасти касались этого в связи с влиянием скептицизма на Академию и также с перипатетизмом Аристотеля, так же все смешивалось. Это явление получило наименование синкретизма, синкретизма смешения различных философских традиций. По всему античному миру в первом веке до нашей эры, в первый век нашей эры распространяется синкретизм в религии и философии, так же иногда говорят об эклектизме. Синкретизм — это соединение различных культур и религий, а эклектизм — это соединение различных элементов в рамках какой-то одной культурной традиции. И синкретизм, и эклектизм наблюдаются в этот период. Ярким примером эклектизма является философия Антиоха из Аскалона, одного из преподавателей Новой Академии. Антиох считал, что следует преодолеть борьбу философских школ, возникших на основе учения Сократа о благе. Различия между академиками, перипатетиками и стойками, с его точки зрения, были несущественными. Поэтому эти школы должны были объединиться в борьбе, так сказать, с маргинальными скептиками и эпикурейцами. Такой подход получил название эклектизм, то есть собирание разных традиций в одно целое. Этой же традицией эклектизма следовали римские философы Панэции, Поседоний, а также знаменитый Цицерон. А неопифагорейство, не будем забывать и о том, что учение Пифагора никуда не ушло и значительно влияло на различные философские направления того времени. В первом веке до нашей эры наблюдается интерес философии к религии, а поскольку самой религиозной до сих пор была философия Пифагора, то она начинает снова приобретать влияние и вес. Особенно увлекаются пифагоризмом платоники, соединяя учения об идеях с числовыми изысканиями пифагорейцев. Также обращаясь к религии, что порождало явление синкретизма, то есть соединения различных культур. Яркой фигурой в этом отношении является знаменитый Плутарх из Хероней, 48-120 годы нашей эры. Плутарх – автор знаменитых сравнительных жизнеописаний и пиромудрецов. Для него, как и для других неопифагорейцев, и в мире было два высших начала – единица, или монада по-гречески, и двоица, или диада. Первая монада ассоциировалась с идеей блага, или формой по Аристотелю, а вторая – с материей. Таким образом, перед нами так называемый дуализм. Посредством диады монада приходила к триаде, то есть троице, которая называлась, согласно платоникам, душой мира. Это учение повлияло, как мы знаем, на христианскую концепцию святой троицы. Триада, собственно, по-гречески есть троица. Монада – источник движения в мире, как аристотелевский перводвигатель. Вещественный же мир сам по себе – начало несущие, несамостоятельное. Его сущие находится в боге-монаде. Таким образом, с одной стороны, сущность мира в боге, но с другой – бог и мир противоположны друг другу. Это противоречие требовало примирения. Необходимо было найти некоторое посредствующее звено между богом и миром. Эту задачу и решал знаменитый философ, предшественник неоплатонизма Филон Александрийский. Поэтому следует сказать несколько слов о Филоне. Филон родился около 30-го года до н.э., а умер около 50-го года н.э. Был иудеем, но писал по-гречески. Он оказал огромное влияние на христианскую философию и на поздний платонизм. Филон говорит о боге в терминах позднего платонизма. Бог есть совершенное благо, ни в ком и ни в чем не нуждающееся, пребывающее в самом себе. Бог есть неизменное, истинно сущее бытие. Он един. Но тогда встает вопрос. Как же он связан с миром, с космосом? Ответ дается в идее Логоса. Логос, говорит Филон, посредствует между единым богом и множественным миром. Логос – это сила, в которой содержится первый образ, форма, идея, творение мира. Логос воспринимается как эманация, то есть истечение Бога, что позднее будет воспринято неоплатонизмом. В христианской философии понятие Логоса будет адаптировано, и под Логосом будет подразумеваться Сын Божий Иисус Христос. В области антропологии и психологии Филон ориентировался на стойков, во главу угла ставил теорию созерцания. Вообще же он более известен как экзегет, то есть истолкователь священного писания иудеев. Он пытался перевести еврейскую библейскую мудрость на язык эллинизма. Метод, который он изобрел, был назван аллегорическим, поскольку он использовал персонажей Ветхого Завета как аллегории каких-то возвышенных идей. За каждым, даже самым заурядным событием, он видел множество смыслов. По сути, все события у него приобретают символический характер. Это была уже не просто философия, но и богословие. Поэтому аллегорический метод был так популярен среди христианских богословов. Таким образом, время зарождения христианства характеризуется синкретизмом и эклектизмом. Различные школы, традиции, философии, религии активно взаимодействовали друг с другом, порождая новые явления. Одним из таких явлений было в том числе и христианство. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!